Поиски жизни во вселенной потолкнули Игоря Борезюка создать первый в Украине музей космонавтики и уфологии. За 9 лет существования этого необычного музея он услышал много удивительных историй. Здесь были в чинах военные. И они рассказывали о том, что по тревоге поднимали взвод. И они пребывали на место посадки НЛО, где был аномальный радиационный фон, где магнитные аномалии были. И все эти круги на полях – это всё реально. Если получше изучить тёмную материю и энергию, то можно найти ответы на многие загадки космоса, говорит Игорь. Так в музее появился новый экспонат – модель телескопа «Хаббл», который проясняет многое в изучении космоса и внеземных цивилизаций, утверждает автор. 95% массы Вселенной – это невидимая, тёмная материя энергии. Ну, телескоп «Хаббл», расширяя представление о Вселенной, безусловно, он выводит на решение и этих проблем. Модель автор сделал своими руками всего за три дня. Правда, размеры существенно отличаются от оригинала. Прототип весит 11 тонн. А по размерам его можно сопоставить с большим автобусом, который летает на высоте 500 километров над нашей планетой. С научной точки зрения, с помощью «Хаббла» НЛО и пришельцев разглядеть не получится, ведь их попросту нет, уверена Елена Банникова, старший сотрудник Института астрономии. А вот насчёт его значимости в изучении тёмной материи и энергии сомневаться не приходится. Была доказана существенная роль тёмного вещества, и что тёмное вещество действительно присутствует. То есть нам, скажем, астрофизикам сложно объяснить наблюдаемые явления без гипотезы существования тёмного вещества. Тем не менее, в Музее космонавтики и уфологии продолжают верить в инопланетную жизнь и работать над расширением экспозиции. Совсем недавно здесь появилась статуя Джордана Бруно и модель кометы Чурюмова-Герасименко. Ну а с особым нетерпением здесь ждут новые экспонаты, которые скоро должны изготовить специально для музея статуи человекоподобных инопланетян. Светлана Иченина, Михаил Воронков, Агентство телевидения Новости.